Крымский мост 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 история еще позорнее. Давайте говорить прямо. К чему этот показательный шик, когда две трети населения страны в полной заднице? В селе Бешпагир на улице Калинина люди и правда будто застряли в прошлом. Для своих бытовых нужд жители улицы Калинина используют дождевую воду. Она собирается на крыше и по этим желобам стекает в бочку. Нет медицинского обслуживания, даже скорой помощи то закрыли. Магазинов нету. Когда даже кончится хлеб, и пойти негде взять. Это, знаете ли, напоминает отдельные семьи на постсоветском пространстве, которые кредиты на айфон берут, чтоб потом три года петушиные гребни на завтрак, обед и ужин лопают. Ну а чё, зато с айфоном? Если кто-то все еще думает, что с Крымским мостом аналогия неуместна, то мы вам сейчас кое-что покажем. Это поселок Гуково, Ростовской области. Одно из крупнейших поселений шахтеров-угольщиков на юге страны. Правда, работающих шахт в городе не осталось. Нищета, беспросветность и безработица. Апокалипсис по-русски. От Ростовской области до тех самых 228 бюджетных миллиардов на мост буквально рукой падают. Работки нету, ничего нету. Какая-то жизнь. Видите, шахты все поразвалили. Вот вы просто посмотрите, как живут люди, которые из трусов выпрыгивали, радуясь Путину сначала на Камазе, а потом и на Мерседесе в Крыму. Выживаем, как стою на службе занятости, которая платит 4 900 в месяц. Я не знаю, я весь в долгах. Я в каждом магазине почти должен. Удивительная радость, согласитесь. Ладно бы царь по отстроенному Гуково красиво проехался. Причем для этого не то, что 200, а одного миллиарда с лихвой хватило бы. Но нет, зачем эта пустая трата денег? Жили бедно и еще поживут, нечего баловать. Трудно поверить, но здесь живут люди. На первом этаже доживают свой век старики-инвалиды в количестве трех человек. На втором семьи с детьми. Женщина, а что вы там учите? Пожрать. Пожрать. А вы одна, что ли, живете? А что я живу? 10 тысяч получаю, а на моей шее еще шестеро маленькие. Дочка не работает, больная. Вот хожу по мусорникам, вот, что наберу, то иди. У дедов, пойди, после войны еще хуже все было и ничего. Выросли как-то. Здесь дома скреплены скобами, чтобы не развалились. Сорожилы говорили, во время войны даже такого не было, такой разрухи, как вот это сейчас. Людям Майдан страшно жить мешает. У моей дочки зарплата, она поваром работает. Шесть с лишним тысяч, можно двоих детей. Как она? Вот сегодня должны зарплату опять задерживать, что-то в больнице. Как вот ей жить, а как ей детей собирать? Поги, если б не Майдан, процветала бы Гукова. Пендеры невидимые, видать, шахты закрыли и поселок разрушенный. Даже шахта вот не работает. И что, мы надеялись, говорили, на пенсии не доработал. Самое страшное, что с нами так поступают, это крик души. И хочу свою зарплату, которой я уже ее отработала. Город превратился, аренда, продажа, и больше ничего нету, ни заводов, ничего нету. Как можно жить? Тут кто-то, возможно, скажет, ну подумай, шахты закрыли. Нашли один забытый богом поселок, и на Путина тут клевеще. Завидуете просто кастрюле, что царь-батюшка такой проект замутил? Возобновилось движение по восстановленной стороне автодорожного полотна Крымского моста. Строителям понадобилось меньше двух месяцев с момента теракта на Крымском мосту, организованного украинскими и западными спецслужбами. Мы-то, конечно, на нашей базе НАТО в Эстонии страшно завидуем Крымскому мосту. Вот прям слезы по щекам текут. Неси, Байден, салфетки. Но бабки шепчут, что куда больше, чем мы, завидуют жители Якутии, которым давным-давно обещали построить жизненно необходимый мост. Летом паромы – единственная связующая нить между берегами одной из самых крупных водных артерий России – Лены. Строительство моста водители ждут уже несколько десятилетий. А в итоге просто забрали деньги и построили Крымский. А вот так выглядит переправа через реку Лена в Якутии. Сейчас уже немногие помнят, но деньги на мост, который должен был соединять Якутийск с поселком Нижний, в Вестях ушли на строительство Крымского моста. Точно так же не светят мосты жителям Уренгоя. Этот город во время ледохода оказался фактически отрезанным от внешнего мира. Добраться до поселка и в другое время непросто, только переправой через реку Пур. А сейчас еще на этой реке ледоход, поэтому ходит с одного берега на другое только судно на воздушной подушке. И это судно возит только людей. Машины оно не возит. В магазинах пусто. Да, 21 век на дворе. А в России из-за отсутствия моста людям просто не могут привезти еду. В магазинах пустые прилавки, как мне сказали, продукты. Раньше возили по второй переправе. Теперь ее нет. Первая дорогая, по ней возят только самое ходовое. Здравствуйте. А у вас есть еда? Нет. Почему? Нормально. А добраться на противоположный берег могут позволить себе далеко не все полуголодные горожане. Билет в одну сторону на частной лодке стоит 500 рублей. 500 рублей, ребят, за три минуты. Представьте, вы живете в Уренгое, работаете в новом Уренгое. Это нормальная ситуация здесь. То есть в день вы должны платить по 1000 рублей. Вот так съездил пять раз в месяц за продуктами и пенсии уже нет. Люди прям говорят, мост решил бы их проблемы. В первую очередь надо построить мост, чтобы поселок ожил. И весь регион далее. Дазовский, Костоле, Красный Север. Но уже капитальный мост, а не вот это, что мы перебираемся. Ну о чем это мы? Судя по этому видео из Орловской области, если дело не касается пиара, то даже на деревянный мост денег нет. В свои 85 лет Ани Ильинишне неимоверно стыдно за то, что она вынуждена передвигаться вот так, на четвереньках. Но кого это волнует? Да, главное, чтобы телевизор у бабушки дома работал. Чтобы величие страны вместе со всеми осознавало. О мифических успехах спецоперации байки слушала. Посмотрит бабуля вот такой пафосный сюжет. Российская армия продолжает развивать наступление. Своим чередом там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Мы живем сейчас с вами в эпоху великих перемен. Когда мы, русские, действительно возвращаем себе вот то ощущение гордости. Загордиться родимым отечеством. Ну а после этого можно уже и за хлебушком поползти. Чтобы сходить в магазин за продуктами, им нужно идти по этому так называемому мосту. Я стараюсь ползочком. Сегодня хлебный день, надо идти. Да-да, поползти. Ведь идти по такому мосту пожилому человеку нереально. Просто иначе пожилому человеку через этот мост не пройти. Особенно в дождь, когда дерево скользкое. И случаи, когда люди падали в воду, бывали часто. Сваливались. Ну я стараюсь ползочком. На протяжении многих лет десятки россиян ежегодно гибнут как раз из-за отсутствия нормальных мостов. Мост соединял берега реки Литовки. Массивные пролеты, а вместе с ними и легковой автомобиль, рухнули вниз. Самый опасный мост в стране стал еще опаснее. Весенний ледоход в Забайкалье снес опору этой экзотической переправы. Вот и последняя упала. Все. Теперь сооружение, по которому с риском для жизни возили продукты и топливо, может рухнуть. Люди на свой страх и риск форсируют Лену по льду. Или как вот эти мужики движутся по мосту, на который даже смотреть страшно. Вот такой русский экстрим. Стоит человек, показывает руками, куда ехать. Право-влево. Мост гнилой. Балки сгнили все. А ехать-то надо как-то? Вот оно. Реальное лицо сверхдержавы. И вот оно, дутое величие без пропаганды. Мост разрушился. И сейчас у нас дорог нет ни пожарки, ни газослубы. Никто, не говоря о простых местных жителей. Ну и напоследок простой вопрос. Как там про Крымский мост говорили? Стройка века, да? Стройка века на финишной прямой. Так почему же стройка века не случается в Якутии? Не случается в Уренгое? Нормальную переправу им в этом году ставить не собираются. Да и в других российских городах тоже никакой стройки века не наблюдается. Проезда у нас нету нигде. Помогите нам, пожалуйста, с этим вопросом разобраться. И это при том, что люди там реально гробят свое здоровье, добывая то, что по телевизору города называют национальным достоянием. Только вот добывают одни, а денежки идут совсем другим. А вывод здесь очень простой. Путину страшно повезло с народом. Ведь немногие будут боготворить царя, для которого русские, очевидно, не в приоритете.